Довольно часто приходится сталкиваться с ситуациями настолько невероятными, что если бы захотелось придумать что-то в этом направлении, то просто не хватило бы воображения самого отчаянного и профессионального фантаста. Рассуждая о том, что пришло на вершину власти РФ, мы не раз выстраивали теорию о том, что Путин, будучи бездарной серостью, генерировал подбор подчиненных тупее его самого, и за 20 лет власть была сформирована сверху донизу именно таким образом. Большая часть ее состоит из тупых лоботрясов, поклявшихся в личной преданности Путину. Сейчас ходит полубайка о том, что любительница русского мира в остро выраженной клинической форме Наташа Поклонская пояснила метаморфозы дедушки Ленина тем, что тот задумал революцию в Ульяновске и потому взял себе псевдоним Ульянов, а потом переехал в Ленинград и стал называться Лениным. Понятно, что это юмор, но он не такой уж и невероятный, поскольку эта публика в жизни делает куда более веселые вещи. Достаточно вспомнить о том, как Путин лично рассуждал, насколько благотворно повлияют санкции на экономику УРФ, что это приведет к рывку собственного производства, и российские товары удачно и качественно заместят то, что уже не поступает в Москву из-за санкций, наложенных Западом и ответных санкций с тракторами и сыром. Заместить все это как-то удается, но на замещенных товарах теперь весело резвятся китайские иероглифы, а что-то пришлось просто забыть и не вспоминать. Собственное же производство как было заточено на выпуск оружия, так и осталось. Правда, в последнее время Москва бодро рассказывает о расцвете сельского хозяйства и как народ косяками прет на село работать и зарабатывать. Но вот оказалось, что этот сельский бум стал просто ошибкой статистики и подтасовками, которые руководству выдавались за действительную картину. Знаменитое видео, где Путин рассказывал впавшему в каталепсию журналисту о том, что дорожающий доллар благо, ибо из него получается больше рублей, долго воспринималось публикой как проделки пранкеров. С этого видео откровенно смеялись до тех пор, пока не выяснилось, что это не розыгрыш, и старик действительно это говорил на полном серьезе. Тогда многие почувствовали, как сосет под ложечкой, а на собственном паспорте явственно стал проявляться герб Венесуэлы. После этого перлы Путина в области экономики перестали тиражировать, вспоминая о том, что поздний Леонид Ильич Брежнев тоже выжигал такие вещи, что это было перебором даже для анекдота. Похоже, что Путин уже тоже достиг этой фазы своего развития. Тем не менее, именно в РФ еще считают его военным стратегом наподобие фон Клаузовица. Это хоть как-то скрашивало тревожные выпады Путина по всем остальным вопросам, и вот оказалось, что и в этой последней области своей деятельности он такой же крупный специалист. Так, 18 декабря Путин толкнул длинную речь на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, где присутствовало высшее армейское и церковное руководство. Что там делали попы – хороший вопрос, но это данной темы не касается. В своей речи Путин пояснил позицию Москве и по поводу недавнего ультиматума, который выдвинули США в связи с нарушением Москвой условий договора по ограничению количества ракет средней и малой дальности, в частности запрета новых разработок в этой области. С его слов, подписание этого договора привело к одностороннему разоружению Совка и зачем это было сделано вообще, одному Богу известно. При этих словах Гундяев стал трясти головой так, будто он и есть тот самый Бог, о котором вспомнил Путин. По сути, Путин довел своим военным позицию в отношении ультиматума, которая сводится к формуле, известной в дипломатии со времен Конфуция. Сам дурак. То есть он не стал опровергать факт разработки и выпуска запрещенных ракет, а привычно объявил, что нарушенный им договор бесполезный и бестолковый, а потому выполнять его условия нет смысла. И все бы хорошо, но среди живых еще числится некто Миша Горбачев. Тот самый чудак, который подписывал этот и другие договора по ограничению вооружений. Фраза о том, что только Богу известно, зачем это было подписано, прозвучала для Горбачева как анонс визита паломников с новичком или подобных неприятностей, и он решил вынырнуть из склепа и вставить в тему свои пять копеек. Зная мелочный и мстительный характер Путина, Горбачев не стал называть вещи своими именами и уличать в тупости, а обтекаемо заметил о том, что главу государства наверняка неправильно информировали. Но, как мы помним, умников Путин терпеть ненавидит, а потому узкоспециальные вопросы ему докладывают персонажи типа Рогозина, которые имеют вид лихой и придурковатый, дабы своим разумением не смущать лицо начальствующее. А по сути он заметил буквально следующее. Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД, были уничтожены сотни ракет, как советских, так и американских. Но Путин продолжал блистать своим интеллектом, который уже не может скрыть отсутствующая шевелюра, и заявил о том, что дисбаланс усугубляет и то, что под сокращение не попали соответствующие ракеты морского и воздушного базирования. И тут Горбачев аккуратно поправил Путина, заметив, что такое оружие охватывалось договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Договор СНВ-1 был подписан в июле 1991 года, сейчас его функции выполняет договор СНВ-3. Впрочем, в параллельной реальности, в которой Путина однажды заметила Меркель, все совсем по-другому. Но свои речи-то он произносит в этой реальности. Поэтому для нормального восприятия того, что рассказывает Путин об экономике, политике или военных вопросах, наверное, надо настраиваться на одну с ним волну. И для этого надо иметь большое количество такого же порошка, который регулярно привозят из Венесуэлы. Без этого средства речи Путина все больше напоминают цитаты из монографии о различных вопросах клинической психиатрии. Впрочем, населению РФ именно такое нравится, поскольку результаты опроса, проведенного Левада центром, по поводу желания вернуть совок. 66% россиян ответили положительно, и это самый высокий результат за последние 10 лет. Так что умри сегодня, Путин, там непременно придет во власть нечто такое же по степени своей убудочности, и это уже ничего не изменит. Эту ситуацию точно иллюстрирует короткий анекдот. Я, как ваш адвокат, сделал все, что мог. Но, Яков Соломонович, вы только накатили вискаря и помолились. Все, что мог.